21 нарушение в ходе проверки Университета футбола на Октябрьской обнаружили сотрудники МЧС. Решением Засвияжского суда деятельность общества с ограниченной ответственностью, в чем ведении находится объект, приостановлена до устранения нарушений норм пожарной безопасности. Повторная проверка 25 декабря установила, 10 нарушений из списка остаются актуальными. Также не выполнены 11 мероприятий, предусмотренных специальными техническими условиями. Более 2000 семей в Ульяновской области подали заявление на получение детской продуктовой карты. По расчетам регионального правительства, в итоге этой мерой соцподдержки воспользуются около 10 тысяч человек. Карта выдается семьям с низкими доходами. По ней можно приобрести список продуктов, утвержденный Министерством здравоохранения. В перечень вошли адаптированные молочные жидкие или сухие смеси, заменитель грудного молока, кефир и творог детский, йогурт, молоко, сухие молочные и безмолочные каши, фруктовое, овощное, мясное пюре, а также соки. Рейды по контролю за транспортом в Ульяновске принесли свои плоды. 15 нарушений за двое суток наблюдения. Несоблюдение графика движения вменяется 3-му, 12-му, 20-му, 25-му, 28-му, 30-му, 37-му, 49-му, 52-му, 59-му, 71-му, 84-му, 91-му, 94-му и 96-му маршрутом. Руководителям маршрутов, где были зафиксированы нарушения, направлены соответствующие претензии. Ежедневная работа по организации бесперебойного движения общественного транспорта силами профильных ведомств продолжится.